В 2008 году актёр Игорь Шмаков сыграл главную роль в телесериале «Я лечу». Многим зрителям он запомнился именно по роли студента-медика Глеба Лобова. В 2010 году актёру досталась главная роль сержанта Силантьева в фантастическом фильме «Туман». Помимо этого Игорь Шмаков сыграл ещё 13 ролей в различных проектах. Карьера актёра началась в 2004 году и закончилась в 2010 из-за болезни. У Игоря Шмакова был обнаружен острый лейкоз. Победить болезнь ему не удалось. Актёр умер 6 октября 2011 года. Ему было 26 лет. Похоронен Игорь Шмаков на Троекурвском кладбище Москвы. Большинству людей Игорь Тальков был известен как певец и автор песен. Не все знают, что он несколько раз снимался в кино. Он сыграл главные роли в фильмах «За последней чертой» и «Царь Иван Грозный», а также небольшие роли в лентах «Охота на сутенёра» и «Лирическая песня». Вокал Игоря Талькова звучит во многих фильмах, например, в таких как «Операция Люцифер», «Сувенир для прокурора» и в других. 6 октября 1991 года певец и актёр погиб. Ему было 34 года. Игорь Тальков погиб во время перестрелки его охранников и охранника Азизы. Все обстоятельства смерти музыканта и актёра так и остаются невыясненными до сих пор. Игорь Тальков похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Незадолго до своей смерти актёр Роман Гречишкин снялся в сериале «Вольф Мессинг, видевшись сквозь время». Премьера ленты состоялась уже после смерти актёра. В этом фильме Роман Гречишкин сыграл Вольфа Мессинга в юности. Также молодой актёр снимался в фильмах «Золото скифов», «Фотоохота», «Синие ночи», «Родственный обмен» и в других. Причиной смерти Романа Гречишкина стало дорожное происшествие. Актёру было 27 лет. Он погиб 8 января 2009 года. Евгения Брик довольно активно снималась в российском кино. Эту актрису многие помнят по фильмам «Стиляги», «Географ Глобус Пропел», «Оттепель», «Ёлки 1914», «Адаптация», «Садовое кольцо», «Тёмный мир равновесия» и по многим другим. Всего в фильмографии Евгении Брик более 40 работ. Актриса завершила свой жизненный путь 10 февраля 2022 года. Причиной её смерти стала продолжительная болезнь, которую она тщательно скрывала. Евгении Брик было 40 лет. На данный момент известно, что прощание должно было состояться в Лос-Анджелесе, где последние годы жила актриса. Её тело должны были кремировать. Прах Евгении Брик родные решили захоронить в России. Когда это произойдёт, остаётся в тайне. 9 января 2021 года умер российский актёр кино, театра и телевидения Максим Браматкин. 5 января 2021 года он отметил свой 41-й день рождения. Этот актёр активно снимался в кино, играя как главные, так и второстепенные роли. Максим Браматкин исполнил более 60 киноролей, снявшись в таких фильмах, как «Второе дыхание», «Семейный бизнес», «Море желаний», «Башня», «Голоса» и в других. Причиной смерти Максима Браматкина стал гипертонический криз. Наталья Юнникова прославилась после исполнения роли в телесериале «Возвращение Мухтара». Она играла в нём с 4 сезона в роли Василисы Михайловой. Также актриса играла роли в фильмах «Паутина», «И в горе, и в радости», «Татьянин день» и в других. Фильмография Натальи Юнникова состоит из 16 работ. Она могла сыграть ещё много интересных ролей, но судьба распорядилась иначе. Молодая актриса ушла из жизни 26 сентября 2017 года. Ей было 37 лет. По словам врачей, причиной смерти Натальи Юнниковой стал инсульт. Актриса потеряла сознание и упала в квартире, ударившись головой. Свой последний приют Наталья Юнникова нашла на Перепеченском кладбище. Известность к Егору Калинаеву пришла после выхода фильма «Частная пионерская» в 2013 году. В нём он сыграл Диму Терентьева. Также многие зрители заметили этого актёра в роли Никиты Серебрянского в третьей части сериала «Физрук». А затем он сыграл Лёшу Никольского в телесериале «Улица». За столь непродолжительное время Егор Калинаев сыграл большое количество ролей в кино, многие из которых были запоминающимися. Последней работой актёра стал сериал «Домашний арест», который вышел уже после его смерти. В нём Егор сыграл Славика Самсонова. Актёр погиб в ДТП 27 сентября 2017 года. Ему было всего 18 лет. Покоится Егор Калинаев в Москве на Бутовском кладбище. Алена Бондарчук снималась в кино с 1978 года. С этого момента и до конца жизни она успела сыграть чуть больше 20 ролей. Актриса сыграла ведущих персонажей в фильмах «Одна ночь любви», «Бедная Настя», «Ягентарные крылья», «Парижская дама» и в других. Алена Бондарчук умерла 7 ноября 2009 года от рака. Ей было 47 лет. Похоронена актриса на Новодевичьем кладбище в Москве. Марьяна Цереградская была известна зрителям по ролям в фильмах «Научная секция пилотов», «Трое сверху» и «Тайны дворцовых переворотов. Россия век 18». Больше в кино она не снималась. Последние годы Марьяна Цереградская жила в США. На официальном сайте актрисы написано, что она умерла 12 октября 2017 года. Похороны прошли в Москве 27 октября 2017 года на Троекуровском кладбище. Марьяне Цереградской было 45 лет. В открытых источниках есть информация о том, что у актрисы был рак. Советская и российская актриса Елена Майорова прожила всего 39 лет. Она скончалась 23 августа 1997 года. Эту актрису знали многие, ведь она сыграла ярких персонажей в советском и российском кино. Елену Майорова помнят по фильмам «Затерянный в Сибири», «Макаров», «Скорый поезд», «34-й скорый», «Возвращение броненосца», «Закон» и по многим другим. Всего актрисе было сыграно более 40 ролей. Елена Майорова ушла из этого мира из-за несчастного случая. Похоронили актрису на Троекуровском кладбище.